Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Экзигет пришел вопрос. Разъясните смысл понятия раб Божий. Действительно, мы часто очень слышим упреки в том, что христианство унижает человека, заставляет его именоваться рабом. Происходит это, конечно, потому что рабства давно нет. Рядом с нами мы живем в обществе, где рабство не практикуется. Кстати, очень во многом благодаря церкви, потому что была такая добродетель даже известная в античном мире, выцерковлявшемся, отпускать рабов на свободу. Человек, приступая к чаше на Евхаристии, рядом с человеком, который состоит у кого-то в рабстве, понимал, может быть, даже у него самого, понимал, что если Христос умер за меня и за него одинаково, и во Христе нет ни раба, ни свободам, как говорит апостол Павел, я не могу владеть этим человеком. Это несовместимо с моим христианством. Я должен любить его, как и всех остальных. Поэтому постепенно рабство ушло. Когда христианское напряжение жизни исчезало, рабство снова возвращалось, как, например, с русским крепостничеством. Это такое преступление против заповедей Божьих со стороны русского дворянства. Очень тяжелое преступление. Но понятие раба Божьего в древности, когда оно и возникло, оно как раз говорит несколько о другом. Оно говорит о том, что раб царя не слушается никого больше. Вот царский раб, он в достоинстве царя, да. Но если он с документами о том, что вот царь куда-то послал, приходит в любое место, все патриции будут его слушаться, потому что он передает волю царя. Никому не придет в голову его обидеть или его ударить. Это будет оскорбление царя. И он, зная, чей он раб, должен вести себя с определенным достоинством. Он не может позорить своего господина. Вот раб Божий возникло примерно отсюда. Поэтому раб Божий — это тот, кто работает, раб работает, однокоренные слова Богу, в спасении своей души, и больше никто им не владеет. Он больше никому не подчиняется. Он раб царя небесного царства. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.